В данном уроке сложная анимация объектов или редактирование ошибок в расширенном переходе в Lumen, но обо всем поподробнее. Всем привет, с вами Джонни Кейкс. Итак, начнем. Перед нами главное окно программы. Если вы не видели урок сложной анимации в Lumen, рекомендую посмотреть этот ролик. Ссылка на экране. Если же видели, продолжим. Для начала откроем один из предложенных полигонов, или, как в моем случае, зайдем в подготовленный. Создадим ролик с объектом. Разместим автомобиль, любой. Объекты. Транспорт. Выбрать объект. Далее, видео. Запись. Создаем видео нажатием на фотоаппарат. Подготовка завершена. Теперь анимируем автомобиль. FX, добавить эффект. В прошлых версиях новый эффект. Сцена и анимация. Расширенный переход или ход. Жмем редактировать. Ставим первый ключ, применив к автомобилю любой из инструментов, тем самым устанавливая начальное положение. Смещаем полосу со временем. Затем смещаем сам объект. Ну а после повторяем шаги. Однако автомобиль не персонаж. Сам не поворачивается. Поэтому здесь и есть инструмент поворот, который мы применим. Закончив с анимацией, жмем на галочку. Воспроизведем ролик. И он плох. Что в нем можно изменить, исправить и как? Неправильное расположение объекта, в результате чего неестественная анимация. Решение. Редактировать. Жмем на объект, активируем ключи. Ищем ключи, где получился плохой переход. Не спешите их удалять. Достаточно просто повернуть, сместить объект, а ключ сохранит изменения. Никаких пересъемок или удаления расширенного перехода. Идем дальше. Время анимации. Уверен каждый из вас задавался вопросом про время смещения. Что же оно делает? Смещение смещает анимацию, точнее время ее выполнения. Изменив положение с 0 до 1 или даже 1.5. Лучше с удержанием клавиши shift менять положение. Видим, что и объект сдвинулся относительно начального положения. Начало ролика, допустим, хорошее. А вот конец... Это закольцованный повтор поначалу может опугнуть. Если не знать инструмент в расширенном переходе. Редактировать. Увеличение времени в длительности клипа. Увеличим на 1 секунду. За эту секунду сдвинем объект еще дальше. Жмем на галочку. И смотрим на результат. На этот раз он удовлетворительный, то есть объект уезжает. Однако дальше. От увеличения к уменьшению, то есть уменьшение времени в длительности клипа. Ну, а если еще точнее, уменьшение времени на анимацию в клипе. Интересный ход, когда из, допустим, 30-секундного облета объекта требуется наличие всего лишь 5-10 секунд анимации объекта. Да и то где-то в конце видео. Прописывать ключи для нескольких десятых объектов от начала до конца. Или же уменьшить время на анимацию до 5 секунд, а затем во времени смещения переместить его в конец. Например, создадим 30-секундное видео. Далее введем расширенный переход. Уменьшаем время на анимацию до 5 секунд. Анимируем объект, в данном случае автомобиль. Время смещения устанавливаем значение минус 25. То есть до анимации 25 секунд, а далее идет сама анимация 5 секунд. Посмотрим готовый ролик. Думаю, вопрос, не требующий ответа. А на этом все. Понравилось видео? Не забудь поставить лайк и подписаться на этот канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за внимание. И до скорых встреч. До новых встреч.